Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков от компании Этикмилы. Сами я, Артур и Диатуре. Хотя рынки быстро заключили, что мировая экономика перешла восстановление в сентябре после замедления в 2017 году, которое вынудило инвесторов соглашаться на отрицательную доходность по бандам объемом 17 трлн долларов. Реальность сейчас такова, что глобальные экономические сигналы, которые мы получаем, дают лишь смешанную картину в лучшем случае. Индекс экономических сюрпризов снизился в начале осени до нуля пунктов и лишь к середине октября он перешел к положительным значениям. Ненадежность экономических перспектив отчасти подтверждается и природой последнего эпизода ралли фондовых индексов США. За неимением справедливых стимулов они черпают идеи, будем так говорить, из монетарного курса ФРС. Вот, например, недельная доходность СНП-500 в последнее время тесно связана с изменением активов на балансе ФРС. Это можно видеть из изменений активов на балансе, из недельных изменений. А СНП-500 изменения активов на балансе соответственно отражают кредитное стимулирование или ужесточение посредством операции на открытом рынке. Как вы, наверное, знаете, из-за дефицитной ликвидности на рынке рефон, на рынке рефинансирования ФРС принял решение проводить операции по предоставлению ликвидности финансовой организации. Это как раз таки здесь отражается наращиванием активов на балансе. Можно видеть, что СНП-500 реагирует знак изменения доходности, он совпадает со знаком изменения активов на балансе, включая даже последние две недели ноября. Сомнения в устойчивости роста также вызывают расхождение доходности индекса, то есть превращение индекса с кредитным спредом в начале ноября. На этом графике можно видеть, что зеленая кривая у нас кредитный спред, синяя, соответственно, это индекс СНП-500. Их корреляция этих двух переменных с июня по октябрь доставляла 88%, и примерно с начала ноября можно видеть расхождение этих двух переменных, причем кредитный спред, он обычно расширяется, когда капитал перемещается из облигаций низкого качества в надежные. Облигация это, в принципе, движение, которое в основе своей имеет неприятие к риску, нерасположенность к риску, и вот здесь движение вниз означает расширение кредитного спреда, то есть усиление тревоги на рынке фиксированной доходности, что в данном случае индекс СНП-900 у нас спокойно проигнорировал, и как раз в начале ноября мы видим вот это здесь расхождение, которое должно, естественно, вызывать сомнения в росте индекса. Еще одна статистическая зависимость, это зависимость между ценой на медь, ценой меди и индексом. Статистическая корреляция составляет 79%, правда, вот за небольшой период, с августа примерно до ноября, и также примерно в начале ноября мы имеем расхождение, дивергенцию этих двух переменных, цена на медь ушла вниз, в то время как индекс СНП-500 ушел в отрыв. С одной стороны, можно предположить, что рынок знает что-то, рынок акций знает что-то, о чем не догадываются товарные рынки, которые до сих пор страдают от предыдущих страхов, предыдущих опасений о рецессии, которые сейчас эти страхи немного ослабли, или, возможно, все-таки то, что рост ралли фондовых линосов как раз-таки пришелся на изменения в кредитном стимулировании ФРС, о котором я говорил ранее. Дальше по данным. С другой стороны, мы имеем последнюю статистику по активности Китая в производственном секторе и в сфере услуг, в которых наметился рост впервые за 6 месяцев. В понедельник оптимизм по Китаю у нас также подтвердил отчет, опрос от КАЭКСИН, частного сектора, то есть частных фирм. Он также у нас перешел в рост. Немецкая промышленность, данные по немецкой промышленности, которые у нас вышли на прошлой неделе, и вообще по немецкой экономике. Также по ним можно сделать вывод, что промышленность немецкая испытала некоторые облегчения в октябре, и вот эта синхронность улучшения показателей в Китае и в Германии, которые являются тесными торговыми партнерами, торговое партнерство которых усиливается из-за торговой войны, этот синхронный рост в показателях активности должен настораживать, и, конечно, является позитивным сигналом. Также мы имеем данные, которые мы получили на выходных, это данные по внешней торговле Южной Кореи, они показали, что экспорт сократился на 14,3% в годовом выражении, уж шестой месяц подряд экспорт азиатского государства сокращается и показывает, причем, двузначные отрицательные значения. Обычно показатель экспорта Южной Кореи у нас рассматривается как индекс, точнее, лидирующий индикатор корпоративных прибылей мировых компаний, и также является показателем состояния мировой торговли, потому что она наиболее уязвима к продажам товаров с высокой надбавленной стоимостью, что, в принципе, Южная Корея как раз-таки экспортирует. Вот, поэтому у нас картина, экономическая картина остается достаточно смешанной, и вот эти некоторые статистические зависимости индекса и отдельных других переменных, они сейчас должны настораживать в текущем роли, но также вот нужно держать фокус как раз-таки на усилиях ФРС по предоставлению ликвидности, потому что очевидно, что вот здесь вот эта зависимость, она должна как-то, должна влиять на индекс SP500 положительно. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в среду.